Железный купол или аэрндом, мобильный комплекс ПВО, израильская разработка авторства компании Рафаэль. Также к проекту присоединились США, в частности американцы разработали морской вариант. США частично финансируют производство комплексов и ракет для Израиля. Это современная и очень технологичное оружие. Начало разработки 2007 год, фактически сразу после завершения Второй Ливанской войны, где Хизбалла использовала тактику ракетного террора против гражданских, тогда погибли 44 мирных жителя и нанесен ущерб на миллионы долларов. На вооружении армии система находится с 2011 года. Основная специализация аэрндом это защита гражданского населения от неуправляемых ракет ближнего радиуса действия, то есть любимой тактики палестинских террористов и их коллег из Ливанской Хизбаллы. Варварская стратегия террористов заключается в убийстве израильтян, которых они принципиально не делят на комбатантов и гражданских. Они пытаются нанести Израилю как можно больше вред и попытаться заставить Сахал перейти к наземным операциям в той же Гази, где плотная и хаотическая застройка лишает израильскую армию преимуществ, а террористам дает возможность использовать знания местности. Бонусом идут возможность использования мирных палестинцев в качестве живого щита, а также опция не считаться собственными потерями и жертвами среди гражданских. Производитель и операторы систем держат основные характеристики в тайне, поэтому большинство данных очень приблизительны и основаны не на официальных данных, а на выводах экспертов. Системы находятся на вооружении Израиля и США, а также Сингапура. Это передвижная система на колесном шасси, способная перехватывать ракеты, кроме баллистических, беспилотники, реактивные и минометные снаряды. В классификации средств ПВО железный купол это система малого радиуса действия. Железный купол интегрирован в эшелонированную систему ПВО Израиля, его задачей является перехват снарядов, выпущенных с расстояния от 4 до 70 километров и на высоте примерно до 1000 метров. Одна батарея Iron Dome способна защитить территорию площадью около 150 квадратных километров, то есть речь идет о защите городов средних размеров. За средний радиус и высоту от 1000 до 4000 отвечают комплексы Патриот и Дэвид Проща Давида. За дальний радиус, баллистические цели и высоты от 4000 метров несут ответственность системы RF-2 и RF-3. Как работает железный купол? Радар батареи фиксирует пуск ракеты, определяет ее тип, траекторию и вероятное место попадания. Далее компьютерная система, которая действует как центр управления огнем, вычисляет, может ли ракета нанести вред целям на территории Израиля, после чего дает команду на перехват только тех ракет, которые несут реальную опасность. Очевидно, что это сделано в целях экономии, ведь Iron Dome дорогое удовольствие. Из-за этого в Израиле пришлось фактически выбирать между тем, строить ли новые бункеры и укрытия или вкладывать деньги в железный купол. Железный купол не работает по открытой территории, а только по объекту инфраструктуры или городским жилым кварталам. То есть фактически создает над ними купол защиты. В Iron Dome интегрирована система быстрого оповещения о ракетной угрозе, что призывает граждан оставаться в домах или офисах, которые прикрывает ПВО. После того, как наземный радар и компьютерная система выводят на вражескую ракету свою ракету-перехватчик Тамир, тот дополнительно наводится на цель с помощью встроенного радара и регулирование направления, что обеспечивает ракете высокую маневренность. Приблизившись к цели Тамир взрывается, уничтожая снаряд противника. Благодаря этому система работает по схеме «одна цель – одна ракета», это дает куполу чрезвычайно высокие показатели перехватов в 85-90%. Батареи Iron Dome мобильны, пусковые установки можно размещать в разных районах. Таким образом, террористы не знают, какой сектор сейчас защищен, а какой нет, и не могут рассчитать траектории для своих ракет, чтобы избежать перехватов. Израиль начал активно использовать железный купол с 2011 года. Почти сразу после появления на боевом дежурстве, купол удачно перехватил ракету «Урсезеоград», которую террористы выпустили из сектора газа по городу Ашкелон. В 2014 году, во время длительного обострения в газе железный купол снова хорошо себя показал, системы перехватили сотни ракет-террористов, а количество жертв среди мирного населения ограничилось лишь двумя. С современными ракетами и современными РСЗ, у чья скорость значительно больше, железный купол Дейела не имел. Он не противодействовал настоящей армии, только партизанам и их ракетам. Потому эффективность Iron Dome еще до событий 7 октября вызвала вопрос. Типичная цель для Iron Dome – самодельное оружие, собранное в подвалах и бункерах газа. Эти ракеты напоминают старые снаряды от «Катюш», их местное название – «Кассам». Другая часть – подарки от Ирана, тот посылает террористам свои ракеты «Фаджер-3» и «Фаджер-5» для РСЗУ. Со временем в газе научились сделать свои аналоги. Самым известным является ракета М-75, это модернизированная копия «Фаджер-5», способная лететь на 120 километров. В центре газа даже стоял памятник этой ракете. Также у «Хамас» есть собственная кустарная разработка АЯЖ-250, способная преодолевать 250 километров, и сирийские ракеты М-302, клон китайских, и другая номенклатура разнообразного крылатого хлама. Основу же ракетного потенциала террористов «Хамас» составляют ракеты системы град российского производства, которые попадают в сектор газоконтрабандой по морю, поставки обеспечивают Иран и Сирия. Террористы не могут рассчитывать на такую роскошь, как классическая пусковая установка, а поэтому прибегают к кустарным выдумкам, и поэтому обычно запускают свои ракеты из похожих на мангалы устройств. Все это неуправляемые ракеты и очень неточные, однако для террористов точность не имеет никакого значения. Звездное время железного купола пришлось на май 2021 года, когда система показала отличные результаты в так называемой ракетной войне, которую вел Хамас, обстреливая территорию Израиля, именно гражданские районы. Тогда за 10 дней террористы выпустили по израильским городам и поселениям около 5000 ракет, и почти 90% были перехвачены с помощью железного купола. Жертв избежать не удалось. От ракет террористов погибли 7 человек, и это стало поводом для переговоров с Хамас о перемирии. Так почему же железный купол не спас 7 октября? К сожалению, террористы и их покровители тоже сделали выводы. Сейчас уже можно признать, что ракетная война мая 2021 года была некой разведкой боем для Хамас и Ирана. Враги Израиля получили большое количество ценной информации и сумели найти слабое место о железного купола, что позволило прорвать израильскую систему ПВО 7 октября 2023 года. Террористы совершенно справедливо считали, что комплексов ПВО не может быть много, известно о совокупно 10 развернутых батареях, другие источники говорили лишь о шести. Кроме того, Израиль вынужден их распылять, учитывая угрозы с западного берега реки Иордан, где правит умеренный Фатх и его пожилой лидер Махмуд Аббас, а также Ливана от Хизбаллы, мощнее в разы, чем Хамас, Прокси и Ирана. Таким образом, была сделана ставка на массированность обстрелов и их масштабность. Лишь утром 7 октября из разных районов сектора Газа на Израиль полетели более 2200 ракет. Всего за первые три дня атаки Хамас запустил более 4500 ракет. Как следствие, систему железный купол перегрузили. Каждая пусковая имеет 20 ракет Тамир. Батарея это три пусковые, то есть 60 ракет. После того, как они будут отстрелены, нужно время на перезарядку, и это при условии, что ракет достаточное количество. Цена ракеты Тамир в диапазоне 50000-90000 долларов. Это довольно простая арифметика, и именно эти расчеты позволили террористам добиться успеха. Еще одним лайфхаком террористов стали пуски на малых высотах, а с этим у железного купола оказались проблемы. Батареи Iron Dome оказались физически не готовы для такого количества, практически одновременно и очень плотно запущенных снарядов, и это привело к трагедии. С другой стороны, вряд ли какая-нибудь другая система показала бы себя лучше в этих условиях. При этом Хамас даже не самая главная проблема для Израиля, ведь у Хизбаллы ракет еще больше, возможно до 15 тысяч, плюс Иран никуда не исчез, и дальше будет помогать своим фактическим прокси. Подходит ли железный купол Украине, и есть ли возможность его получить? Ранее в этом году, премьер-министр Бенемин Нетаньяху заявил Wall Street Journal, что не поддержит отправку системы в Украину для защиты от атак России. Нас также беспокоит возможность того, что системы, которые мы предоставим Украине, попадут в руки Ирана и могут быть перепроектированы, и мы окажемся перед лицом израильских систем, используемых против Израиля. Условным аналогом Iron Dome является система на SAMS-2. Она уже в Украине и отлично себя проявила. Украинские власти решили инвестировать в нее, так что особых вариантов для появления железного купола пока нет. Субтитры создавал DimaTorzok